Здравствуйте! Я Ива Афонская, филолог, литератор, поэтесса и художница. И я хочу обсудить с вами новости России, которые меня волнуют. Те события, о которых Лев Толстой говорил когда-то. Не могу молчать. 19 сентября в России проходили выборы в Российский парламент, в Государственную Думу. И это событие совпало с другой датой. В этот день в России отмечался День работников лесного хозяйства, День охраны лесов. И мне кажется, это совпадение символично. Третье воскресенье сентября в России и еще трех странах, бывших республиках Советского Союза, Украине, Белоруссии и Киргизии, отмечается День работника лесного хозяйства. Есть также Международный день лесов, который отмечается 21 марта. Но в России это День работников лесного хозяйства, и он отмечается 3 воскресенья сентября. В этом 2021 году он выпадает на 19 сентября. Только что кончилось лето, и вместе с ним Россия пережила уже ставшие постоянными каждый год лесные пожары. И в связи с этим, сейчас, в преддверии праздника Дня работников лесного хозяйства, и в связи с окончанием лета и итогов этого лета, я хотела бы затронуть тему положения сохранной лесов в России. Принято считать, что главное сырьевое богатство России – это нефть и газ. Но это не так. В наибольшую сумму, гораздо большую сумму запасов нефти и газа, оцениваются российские запасы леса. Россия располагает наибольшей площадью лесов среди стран мира. На ее территории расположена пятая часть всех запасов леса планеты. Каждое пятое дерево планеты растет на территории России. И поэтому сохранение российских лесов очень важно для экологии всей планеты. Причем российские леса Сибири считаются более лучшими и более важными для экологии Земли, чем, например, тропические леса, так как они более густые и в них больше растений. Но каждый год, каждое лето российские леса гибнут от лесных пожаров, как это происходило и этим летом. Причем, по оценке экспертов, площадь лесных пожаров увеличивается с каждым годом. Если в 2016 и в 2017 году эта площадь насчитывала 10 тысяч гектаров, то в 2019 и в 2020, а в 2021 еще увеличилась. Площадь же лесов, по которым прошел огонь, увеличилась еще сильнее, в несколько раз. С 2,5 миллионов гектаров в 2016 году до 10 миллионов гектаров в последние годы. Причем независимые эксперты считают, что площади, охваченные огнем, гораздо больше официальных данных. Greenpeace России сделала свою оценку по данным космических снимков. И у нее получилось, по этим данным, что за 2020 год площадь ландшафтных пожаров охватила 26 миллионов гектаров. Половина из них составляли лесные пожары. И ситуация с лесными пожарами ухудшается. В среднем ежегодно сгорает на 400 тысяч гектаров больше леса. А ведь на выжженной пожаром земле еще долго ничего не будет расти. И восстановить этот лес можно только через несколько десятков лет. Количество погибающего в пожарах леса уже приняло такие огромные размеры, что можно говорить о лесных пожарах как о национальной проблеме России. Более того, как о национальной катастрофе. В этом году опасная обстановка из-за лесных пожаров была объявлена в 56 регионах России. Это очень много. В сибирских областях, например, в Тюменской и Томской, лесные пожары подходили напрямую к населенным пунктам, что уже угрожало безопасности и жизни населения. Уже есть случаи, когда сгорали целые деревни и дачные поселки. Бывают дни, когда МЧС выезжает на тушение пожаров по 3-4 раза в сутки. Ущерб от лесных пожаров составляет миллиарды рублей и сравним с бюджетом страны. Причем, как я уже говорила, леса России имеют важное значение для экологии всей планеты. И ущерб от лесных пожаров. Это ущерб не только для России, но и для экологии всей планеты. Причем, объясняя причины лесных пожаров России, наши власти оправдываются большими размерами территории России, затрудняющими организацию тушения лесных пожаров. И быстрое достижение регионов, охваченных этим бедствием. Оно, конечно, затрудняет. Но, как уже я говорила, ситуация такова, что территории, охваченные лесными пожарами, каждый год становится все больше и больше. В то время как территория России не меняется. Она больше не становится. Она остается такой, как была. Поэтому никак нельзя объяснить увеличение территории лесных пожаров территории России. Более того, территория России, если говорить именно о России, как Российской Федерации, была такой же и во время существования Советского Союза. Она не изменилась и не стала больше. Но в советское время такой катастрофической ситуации и большой проблемы с лесными пожарами не существовало. Это исторический факт. Большое количество лесных пожаров и большая территория, им занимаемая, возникли именно в последние 10 лет во время правления Путина. В советское время они не были так часто и не захватывали, главное, такие большие территории. Их быстро тушили, если они где-то возникали. Ссылаются наши власти также на погоду, жару, сухость, недостаток дождей. Но опять же, все эти природные явления не появились волшебным образом только во время правления Путина. Они существовали всегда, но не приводили к таким последствиям. И не мешали правительству в советское время тушить лесные пожары вовремя. Касался темы лесных пожаров и сам президент недавно. Лицемерно, со свойственным ему лицемерием, проявляющимся в него постоянно, всегда и во всем, объясняя их глобальным потеплением. С гипотезой глобального потепления вообще многие ученые не согласны и считают ее выдумкой. Даже если оно действительно и существует, оно не проходит в таких огромных масштабах, чтобы могло повлиять на размер пожаров в России в течение последних нескольких лет. Это не такой быстрый процесс. Нашли отговорку своей безлаберности и халатности, глобальное потепление. Нашли на что свалить. Признать свою собственную вину и свое неправильное правление, конечно, это выше его сил. Это лицемерие. На самом деле, ни глобальное потепление, ни сухости жара и недостаток дождей, ни большая территория России, всегда бывшая таковой, но не приводившая раньше к таким последствиям, конечно же, ни при чем. Причины лесной катастрофы, а именно это правильное определение под ту ситуацию, которая сейчас сложилась, так вот причины совсем другие. В Советском Союзе при такой же территории, при таком же климате, при такой же погоде, такого большого количества пожаров и потерь лесов не было. Потому что тогда пожары успевали вовремя тушить. И ни погода, ни территория этому не мешали. Потому что тогда охране лесов уделялось гораздо большее внимание. И она была поставлена хорошо. Принимались необходимые меры для предотвращения пожаров. Грамотно и в достаточной степени проводились лесоустроительные и лесовосстановительные работы. С нас даже брали пример другие страны. Например, именно в России, именно в связи с ее большой территорией, возникла впервые авиационная лесная охрана, которой в этом году исполняется аж 90 лет. А сейчас при Путине систему лесоустройства и охраны лесов просто развалили. И именно следствием этого являются огромные масштабы лесных пожаров в России и увеличение их площади из года в год. И это не голословное обвинение, чтобы просто покритиковать власть, а реальный факт. Реальный факт – катастрофическое снижение и количества, и качества лесоустроительных и лесовосстановительных работ. А зачастую во многих регионах и полное их отсутствие. Охрану лесов финансирует государство, ведь лес – государственная собственность. Регионы получают средства на это из государственного бюджета. Но государство не финансирует эту отрасль в необходимом размере. Средств на это выделяется в три раза меньше, чем это необходимо. В три. 30 миллиардов в год при потребности в 90 миллиардов. Причем вовсе не потому, что средств нет. В масштабах страны – это совсем небольшие деньги, чтобы решить эту важную проблему. Их вполне можно было бы найти. Разворовывается куда больше. На яхты и дворцы Путину в количестве 20 штук, чего не имеет ни один руководитель ни одной страны. И на дворцы и яхты чиновникам и олигархам средства находятся. В гораздо большем размере. А вот на охрану лесов нет. Для тушения пожаров нужна техника. Но ее значительно меньше, чем нужно. А та, которая есть, уже очень старая и в плохом состоянии. И она вообще в нерабочем состоянии без ремонта. Но средств на приобретение новой техники и даже на ремонт старой нет. Выделяемых средств также не хватает на оплату работы персонала, службы охраны лесов, на зарплаты. Поэтому персонал охраны лесов очень сильно сократили. Оставшиеся уходят сами. Потому что на зарплату 15-20 тысяч прожить нельзя. В результате охранять леса просто некому. Нет специалистов, лесоводов. Нет кадров. Как указывают специалисты лесоводы, работавшие в этой сфере в советское время, Главным преимуществом того времени было большое количество персонала, занятого в службе охраны лесов. Именно поэтому многие пожары удавалось тушить в зародыши. И они не разгорались. Вот, например, воспоминания одного директора лесного хозяйства, работавшего до 1991 года. У меня в лесничестве было 8 лесников. И у каждого из них по 3 пожарных. Если возникало небольшое возгорание, лесник с пожарными выезжали на место и быстро все тушили. Если разгоралось сильнее, мы использовали дополнительные силы. Сейчас же в штате лесничеств всего 1-2 человека. То есть, считая, 8 лесников, у них по 3 пожарных, 8 на 3 – 24 пожарных, плюс 8 лесников – 32 человека. А сейчас на их месте – 1-2 человека. 1-2 человека вместо 32. Это же ужас, что такое. Так что совсем неудивительно, что при таком положении дел в России горят леса. Что касается лесоустановительных и восстановительных работ. Такое необходимое действие, как сплошная рубка, проводится только там, где лес уже потерял свою устойчивость. А новые посадки на этих площадях не производятся. Это приводит к накоплению горючих материалов. И значительно снижает эффективность тушения лесных пожаров. Поэтому количество пожаров растет, и растет количество охваченных пожаром территорий. Вот мнение доктора сельхознаук Государственного аграрного университета Северного Зауралия Александра Маторина. Главный фактор – безалаберность. Сухостой не косят, не убирают. В моей практике был случай. В 1970-х годах вместо нормы в 290 мм осадков выпало 85 мм. То есть то, на что теперь ссылаются. Да, большая сухость, большая жара, отсутствие необходимых осадков. И вот пожаров тогда не было, потому что старались очищать поля сухостой, траву выкашивали. Чтобы огонь из лесов не дошел до населенных пунктов, местные администрации по закону обязаны создавать 10-метровые полосы, защитные полосы в границах населенных пунктов. Но сегодня они есть только в очень небольшом проценте деревень. В большинстве населенных пунктов их нет. Ухудшение охраны леса от пожаров во многом произошло так же и из-за современной системы лесозаготовок. Когда леса отдаются во временную аренду фирмам, которые занимаются поставками леса. Эти фирмы не занимаются борьбой с пожарами. Арендаторы не думают о том, что будет с этим лесом через 20 лет. Они хотят получать прибыль сейчас, а что будет завтра, их не волнует. Кроме того, для борьбы с лесными пожарами необходимо специальное оборудование. У этих фирм его нет. Еще у нас есть сейчас спекулянты. Фирмы, торгующие лесными делянками. И если возникает пожар, им просто некого послать его тушить. У них нет для этого персонала. Часть земель вообще являются бесхозными, неиспользованными и не принадлежащими никаким предприятиям. Ни сельскохозяйственным, ни лесным. Поэтому за ними никто не следит. И они горят. Борьбу с лесными пожарами так же осложняет и разобщенность между разными ведомствами, которые должны тушить пожары на разных территориях. И пока не разбираются, кто за что отвечает и кто должен тушить данный конкретный пожар, лес выгорает. Одна из причин недостатка охраны лесов так же и неэффективное лесное законодательство. В нем необходимо сделать изменения. Потому что существующее лесное законодательство не позволяет сохранить то, что создавалось предыдущими поколениями лесоводов. Все эксперты сходятся на том, что система охраны лесного хозяйства в России сейчас переживает глубокий кризис. Ее необходимо срочно менять. Я филолог-русист по образованию. Поэтому мне вспоминается, что о русском лесе писала наша русская литература. А писатель советского времени Леонид Леонов даже назвал свой самый известный роман «Русский лес». Поэт Евгений Евтушенко писал «Поэт в России больше, чем поэт». Но я бы сказала так. Лес в России больше, чем лес. Русский лес – это символ России. И горящие русские леса, погибающие русские леса – это яркий символ того, что происходит сейчас с Россией. Это символ погибающей России при Путине. Это зеркало российского общества, отражающее тот глубокий кризис и полный развал страны, который происходит при нынешней российской власти во главе с президентом. На днях было официально объявлено, что президент издал распоряжение наконец-то выделить средства на охрану лесов. После того, как огромные территории леса погибли и погибали так в течение уже многих лет, и Россия понесла огромные потери леса, которые не восстановить десятки лет, только тогда до него наконец дошло, что на это надо выделить средства. А 20 лет до него это не доходило. Почему же до российского президента все так медленно доходит? Только через 20 лет он признал существование бедности в России, и только через 20 лет назрел до понимания необходимости охраны лесов и выделения на это средства. 20 лет горели и уничтожались огромные пространства российских лесов, чтобы на 21-й год свое управление президент наконец-то это заметил. Такое у него плохое зрение. Может быть от рождения, но и с возрастом стало явно хуже. Видно, теперь пожары так усилились, что гарь от пожаров лесов в Сибири дошла аж до Кремля в Москве. Не кажется ли вам, что во главе страны должен стоять человек с более лучшим зрением? И потому более молодой. И почему решение о выделении средств на тушение лесных пожаров принято осенью, когда лето, время лесных пожаров уже прошло, и все леса уже сгорели и принесли стране огромные потери? Почему не выделялись они тогда, когда они были нужны, перед летом? Как говорится, хороша ложка к обеду. Посылать пожарных, когда пожар закончился и все уже сгорело, это уже по крайней мере смешно. Когда пожары закончились, он выделил деньги. Пока они полыхали, не выделял. Так почему же президент издал такое постановление не в начале лета, а в конце? Не потому ли, что в сентябре будут выборы? Поэтому именно перед выбором народу бросают всякие косточки, чтобы создать видимость заботы. Две копейки пособий на детей, один раз в жизни по 10 тысяч пенсионеров рассчитывают пенсов за две копейки купить. Мы решили, что мы такие глупые. Не все. Смешно просто. И средства на охрану лесов уделяются после окончания сезона лесных пожаров. Потому что время выделения средств на леса в России зависит от времени сезона опасности лесных пожаров, а от времени выборов. Это было бы смешно, если бы не было грустно и отвратительно. Кроме того, средства, которые он указал выделить, явно недостаточны и в несколько раз меньше того, что нужно. Так же, как не помогут вырастить детей те копеечные пособия, которые он обещал. И уж тем более не изменят положение пенсионеров разовые выплаты в 10 тысяч рублей. Да и то не всем. Все эти мелкие подачки и детям, и пенсионерам, и лесникам только для видимости. Их размер просто несоизмеримо меньше нужного, чтобы решить проблему. И поэтому проблему не решит. Как показывает практика, если даже президент издает правильные указы, они чаще всего не выполняются и остаются только на бумаге. Так было, например, с указом повысить зарплату ученым. Потому что указ издается, а средства на его выполнение не выделяются. А когда одна женщина, ученый, попробовала сказать об этом Путину, то результатом этого было только то, что к ней пришли сотрудники правоохранительных органов и замучили ее допросами о том, кто ее подучил сказать правду президенту. И не надо говорить, что президент не виноват, что его правильные указы не выполняются, а виноваты чиновники, которые их не выполнили. Вы думаете, если бы он хотел их выполнить, он не нашел бы возможности выделить на это средства и проследить, чтобы они были выделены? Нашел бы. Но на строительство себе дворцов и яхт он средства находит? А вот на выполнение своих же социальных обещаний не всегда. Ведь эта система для того и делается, чтобы обмануть народ. Чтобы народ думал, что президент хороший, а чиновники плохие. Потому что цель его указов, благими намерениями, нереально их выполнить, а только пообещать, сделать вид, создать себе положительный имидж, особенно перед выборами. Поэтому до воплощения их в реальность дело не доходит. Это намеренная тактика, специально созданная система. Я об этом говорю, потому что, боюсь, как бы не произошло то же самое и со средствами на охрану лесов, которые он дал указания выделить. А еще существующий факт. Если в России выделяются на что-то деньги, то как минимум половина из них разворовывается, если не больше. Так было со всеми крупными стройками. С олимпийскими в том числе, со строительством Крымского моста. Поэтому стоимость многих аналогичных строек в России дороже, чем в других странах аналогичные стройки. И дороже себестоимости. Получается практически с любой стройкой. В России это превратилось в систему. Так что сколько этих обещанных миллиардов реально дойдет до леса и лесников, это еще большой вопрос. Даже если они будут выделены. И опять же не надо говорить, что президент хороший, а это чиновники плохие, это они воруют. Они воруют, потому что им это позволяют. Значит, одно из двух. Первое, что президент согласен на это воровство, тогда однозначно его не следует держать в этом кресле. Второе, что президент, конечно же, против воровства, но не может с этим ничего поделать. Но если президент не может наладить порядок в стране, значит, он не справляется со своими служебными обязанностями. А в любой организации, если работник не справляется со своими служебными обязанностями, его увольняют. Так почему же надо держать на работе президента, не справляющегося со своей работой? Тем более, если его работа и должность самые важные для страны, и от них зависит жизнь целой страны. Ситуация с лесными пожарами отражает общую ситуацию с экологией и состоянием природы и охраны природы в России, которые можно без преувеличения назвать катастрофическими. Отношения к экологии и природе в России просто преступными. В России полностью отсутствует понимание важности этого вопроса, причем на всех уровнях, как на уровне правящей власти, правительства, так и на уровне самого народа. И когда я, например, вообще ни с кем-то говорю, что для многих наших соотечественников, россиян, эмигрировавших в Болгарию, одной из причин эмиграции в эту страну, именно в эту страну, стал не только климат, но также хорошая экология этой страны. Они говорят, климат, экология – это фигня. Для многих россиян причиной для эмиграции может быть только хороший заработок, деньги. А это совсем не фигня. Это то, от чего зависит наше здоровье и жизнь. Просто это не понимаешь, когда с этим не столкнулся. Я встречала в Болгарии многих наших соотечественников из Сибири и Урала, которые просто сбежали из этих городов из-за ужасной экологической обстановки в этих городах. Над городом просто постоянно висит смог. Вечно дымят трубы, огромные трубы заводов, выбрасывающие в воздух вредные вещества. В городе не только невозможно дышать, в нем постоянно болеют и умирают от тяжелых болезней, вызванных этими вредными выбросами. И люди болеют и умирают дети. И люди сбежали оттуда, спасая не только свое здоровье и свою жизнь, но и здоровье и жизнь своих детей. И возвращаясь к теме соединения Дня охраны лесов и Дня выборов. Это равнодушное отношение нашего народа к экологии и природе отражают и каждые парламентские выборы, в том числе и эти только что прошедшие выборы. Ведь и на этих, и на предыдущих выборах участвуют не только политические партии, но и экологические партии, так называемые «зеленые партии». Но за них практически никто не голосует. И они набирают такое мизерное число голосов, что это практически ничто, и даже не попадают в парламент. И экологи, экологические партии «зеленые» в российском парламенте оказываются вообще непредставленными. Так неудивительно, что в России такая ужасная ситуация с экологией. Представители экологических «зеленых партий» обязательно должны присутствовать в парламенте, чтобы иметь возможность защищать природу и влиять на принятие решений по этому вопросу на государственном уровне. В выборах сейчас не участвует половина населения. И не потому, что им не интересны сами выборы вообще, но потому, что они как не верят в честность проведения выборов и правильность подсчета голосов, так и их не устраивают участвующие в выборах политические партии. А те партии, которые могли бы их устроить, или когда-то не допущены к выборам, или понятно, что они заведомо не пройдут в парламент, поэтому они считают, что просто бесполезно приходить за них голосовать. Или партий, которые бы им нравились, просто нет в стране. И такие люди считают, что не за кого голосовать, и поэтому просто нет смысла идти на выборы. Но это не так. Выбор есть всегда. И для тех, кому не нравятся все политические партии, или те партии, которых допустили до выборов, есть вариант. Просто прийти и проголосовать за экологов, за экологические зеленые партии. Потому что при любом политическом режиме охранять природу нужно, иначе мы все задохнемся, заполеем и поумираем. И голосуя за экологов, за зеленых, и таким образом дав им возможность быть представленными в парламенте, тем самым сделать полезное дело для России, для своей страны, содействовав охране природы в России, хотя бы содействовав этому, если нет возможности что-то изменить в политическом плане. Это все же лучше, чем лежать дома на диване и ничего не делать. Но почему-то никому не приходит в голову такой вариант. Как-то зациклились на политике, забыв о том, что есть в стране и другие проблемы, которые можно решить участием в выборах. Все думают о выборах политических партий, забыв о том, что в выборах участвуют не только политические партии, но и партии экологические, зеленые. И их нужно поддержать. И, кстати, что касается вопроса о фальсификации результатов выборов и неправильном подсчете голосов, что многих волнует, я думаю, что голоса, отданные за экологов, фальсифицироваться не будут, потому что это не политические партии. И голосуя за экологов, можно быть спокойным, что ваш результат голосования, ваш голос не фальсифицируют и не припишут вместо той партии, за которой вы голосовали, к совсем другой. Этот вариант хорошо подходит и для тех, кто не разбирается в политике и не знает, за какую партию голосовать. Можно не бояться, что ты ошибся и сделал какой-то неправильный политический выбор, выбрал не ту партию. Голосуя за экологов, ты проголосовал за охрану природы. Это вариант безошибочный, точно верный. Тут ошибиться нельзя. И это хороший вариант для тех, кто вообще политикой не интересуется. Вот и надо проголосовать за неполитическую партию, за экологов. Я говорю об этом, потому что для меня природа – это очень важно. И охрана природы важна. И особенное отношение у меня к лесам и деревьям. Поэтому я даже выбрала себе творческий литературный псевдоним с именем Дерева, который совпадает с моими инициалами. Я думаю, что нет случайных совпадений. В заключении я хочу сказать вот что. Основатель недавно созданной новой партии «Новые люди» Алексей Нечаев также кроме этой партии создал общественную организацию «Зеленое движение России» – ЭК. этим движением реализована программа по высадке 10 миллионов деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров и с плохой экологией. Вот когда я увидела эту информацию, для меня это решило сомнение в том, за кого я буду голосовать на этих выборах, и стоит ли вообще на них идти, и есть ли на этих выборах за кого голосовать. Я поняла, что лично мне на этих выборах есть за кого голосовать. И вот таких людей я хочу видеть и в парламенте, и в руководстве страны. И все эти рассуждения о том, что эта партия – спойлер и проект Кремля, я не считаю серьезными. Так можно обвинить кого угодно и всех подряд. Такие обвинения выдвигают с двух сторон – коммунисты и члены команды Навального. И, по-моему, это просто попытка дискредитировать политических конкурентов. Потому что не хочется иметь конкурентов, а хочется самим иметь успех у избирателей. Но успеха нужно добиваться своими заслугами, а не обвинениями в адрес других. Тем более, если это только подозрения, ничем не доказанные. Тут человек еще никем не стал. Ни членом парламента, ни президентом страны, а уже делает что-то полезное для России. И причем не просто что-то, а то, что сажает деревья. То, что мне особенно нравится. Но при этом, конечно, и его политическая программа вполне соответствует чаяниям и желаниям людей оппозиционно настроенных. Я думаю, при таком человеке леса в России не будут так много гореть, как при Путине. А лес, как я говорила, это символ России. Кто восстанавливает леса, восстановит и страну. Кто наведет порядок в лесах, наведет порядок и в стране. Пока место есть охота, покуда есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и дни, как решето, и что-то делать надо, хоть неизвестно что. Ведь срок, и туч, и краток, вся жизнь в одной горсти. Так надо бы нам в порядок хоть душу привести. Давайте что-то делать, чтобы духу не пропасть, чтобы не глумилась челядь, и не кичилась власть. Пусть наша плоть не дужна, и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтобы не сойти с ума. Уже и то от рада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Что все, чего не надо, известно наперед. Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне. Обрыдали анекдоты с похмельем наравне. Никто из нас не рыцарь, не праведник челом, но можно ли мириться с неправдою и злом. За Божий свет в ответе мы все вину несем, неужто все на свете окончится на сём? Давайте делать то, что Господь в душе велел, чтоб ей не стало тошно от наших горьких дел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова